Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую вас на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 31 мая 2018 года, четверг. Активный торговый день, совершенно очевидно, у нас впереди. Давайте посмотрим технический анализ, что нам советует и рекомендует. Биткоин, коллеги! Снизился сегодня, отбивается. Видимо, то, что индекс доллара подсаживается, тоже добавляет ему уверенности. Хороший плюс вышли уже по дню, 7481 доллар, сори, 7580 долларов уже у нас стоит, это я немножко сказал. Но, в минус, да, уже пробили мы эту отметку, на которую смотрели вчера. Ну, будем надеяться, удержимся выше 7500. Предполагаю, что такая же история. Все-таки сейчас все остальные криптовалюты в основном повторяют биткоин, движение в динамику, его картинку, да, скажем. Поэтому эфириум сегодня, вчера снизился, сегодня растет. Лайткоин вчера снизился, сегодня растет. Эфириум кластик вчера снизился, сегодня растет. Причем все хаят практически пробивают шестидневные уровни свои. Зикэш вчера снизился, сегодня растет, но слабенько растет. Даже вчерашнее падение не отыграл. Дэш вчера снизился, сегодня растет, тоже слабенько. И манера вчера снизился, сегодня растет этот инструмент, но тоже слабенько, я хочу сказать, биткоин пробивает сейчас активнее других, может быть, как раз сейчас недоработавшие криптовалюты и надо покупать типа манера, потому что биток уже стрельнул, тянет за собой всех, а с замедлением, с некоторым, с отсрочкой. Поэтому вот этот вот гэп временной, это может быть и одна минута, и час, но его надо использовать, на мой взгляд, смотреть, какие валюты меньше всего выросли и пытаться заработать на них брать их. Американский сорт нефти WTI, друзья, вчера хорошо вырос. Видим, что в 23.00 он тоже рос, но потом подсел, потому что, друзья, вышли предварительные запасы нефти, был 1 миллион плюс, предварительные запасы основные от Министерства энергетики США сегодня, вечером в 18.00, но вот предварительные запасы немножко нефтюшку подкосили, скажем так. Хотя вот видим, да, что в 17.00, в 18.00 прям славный был рост на падение индекса доллара, который мы сейчас обсудим. Ну вот сейчас некоторый откат, конечно, происходит. На мой взгляд, сегодня могут попытаться еще какой-то повод найти, подвигаться наверх, хотя в моменте некоторое снижение. Ну это коррекция вчерашнего прохода наверх, совершенно очевидно. Индекс доллара, друзья, вчера провалился. Посмотрите, как, причем обратите внимание, что даже визуально выглядит, что в этом году такого снижения еще не было. Визуально самое большое, и по цифрам мы закрылись на уровне минус 77 центов. Причем пробили при этом сильный восходящий тренд. И вот уже закрепляемся, стремимся ниже. Я торгую интродэй, поэтому для меня принципиальный, главный вопрос сегодня. Можем ниже пройти? Можем. Можем после такого пробоя. Это может быть для многих станет сигналом разворота, тем более тренд пробили восходящий. Запросто какая-то коррекция может быть и сегодня дальше вниз. Ну а что будет завтра, уже будем обсуждать. На мой взгляд, сегодня пройти вниз вполне себе можем. Ну и часовой график давайте посмотрим. Посмотрите, какое было движение. 18.00, 17.00 все началось, и 18.00 пробой прошел. Да, да, очень все серьезно и похоже на шорт сегодня. Ну, соответственно, конечно, у Еврика появляется шанс. Он вчера красиво закрылся, сегодня после лоя 1.15.09 уже в моменте 1.16.87 уже на 180 фиксов подрос Еврик. И, мне кажется, может сегодня потолкаться еще и выше. Фунтик также реализует слабость доллара. Второй день растет в моменте 1.33.12. Ну, конечно, поскромнее рост, чем у Еврика. Посмотрите, да. Но, тем не менее, мы не соревнуемся здесь. Главное заработать. А вот иена вчера на падение доллара все равно уступила доллару. Сегодня, правда, пытается отыграться и укрепляется. Доллар иена сегодня идет вниз. Доллар франк третий день вниз. Доллар канада, коллеги. Вчера, конечно, на этой новости. Причем такое впечатление. Посмотрите, вот часовой график. Вчера не подняли ставку в 17.00. Не подняли ставку по канадскому доллару. Была 1.25. Оставили 1.25. Но вы посмотрите, что случилось. Такое впечатление, что это повод использовали, чтобы завалить доллар вообще в целом. Посмотрите, насколько дали за час. Доллар 60 дали за час. Ой, нет. Причем это доллар 60? Это по нефти было бы. 160 пипсов дали за час, а за два часа дали 176 пипсов вниз. Ни на чем. Вот на чистом воздухе не подняли ставку. Ну и что? А наоборот, если не подняли ставку, он слабее должен был бы быть. Так прикольно, конечно, все это смотреть. Вот такой часовой график, друзья. Ну, Надежда Морозова заработала. На этом вчера у нас 170% депозиту она сделала на этом движении. Потому что она, кстати говоря, перед 17 часами вышла в эфир, сказала открыто о том, что она делает. Поделилась. Все могли зайти. Кстати говоря, абсолютно тут никаких жадностей не было ни у кого. Вот. Она причем расстраивалась, что подрастал в тот момент доллар канадец. Ну и, конечно, здесь она радостно закрылась с хорошей прибылью, была очень довольна. Поэтому, коллеги, работайте с нами в прямом эфире. Зарабатывайте 170% за... Она буквально за минуту подняла. Она как пробила сразу сюда вниз. И где-то здесь Надежда и закрылась. Ну, можно было, наверное, еще постоять 510. Но она не стала рисковать. Это уже все было в кармане. Ну, и с тех пор, в общем-то, на этом же уровне все идет. 1,2868. И мне кажется, что вот именно с этого момента индекс доллара как-то пошел вниз. Такое впечатление, что все перепугались. А тут чисто спекулятивная атака. Никакой причины, конечно, не было. Ну, а для самого доллара канадца мы как бы сделали рит-тест. Вернулись в треугольник. Ну, и, наверное, кстати говоря, я не верю в то, что падение доллара будет долгим. Но сегодня, наверное, будет. Поэтому укрепление канадского доллара может быть и сегодня возможно. Но треугольник практически заканчивается. Мне кажется, его можно даже уже и закрыть, на мой взгляд. Но почему? Пусть будет пока как бы. Вот тут, кстати говоря, скорее всего, уже даже другой треугольник надо рисовать. Он становится более широким. Давайте вот так пока ставим. Интересно, к чему нас это приведет по канадскому доллару. Австралийский доллар растет второй день. Пытается пробить 0,7575. Уже дней 10 это пытается сделать. Но может и пробить сегодня. Кстати, коллеги, вот здесь, если будет пробой, мне кажется, хорошо можно заработать. А новозеландский доллар вчера просто красиво вырос и сегодня пытается штурмовать вершины. Золото, посмотрите, вчера выросло и сегодня эти уровни уже пробиты. И явно, явно идет наш штурм хайок последних дней, который называется 1307. Явно тренд восходящий, конечно. Плохо показали 12,81. Да, наверное, золото, мне кажется, воспользуется. По серебру ситуация не такая понятная. Но серебро растет, смотрите, не хочет падать. Мы с Екатериной ждем, ждем падение серебра. А она, зараза, никак. Оно все держится в плюсе. Ну, боковик, понятно, идет серьезный. Причем он идет, наверное, где-то можно поставить со 2 февраля. А вот так дату. Вот получается, марта, апрель, май, июнь. Четыре месяца, смотрите. Какой серьезный боковичок, конечно. Как тут зарабатывать, непонятно. А с другой стороны поставить уровень верхний, нижний. Может быть, наоборот, как в бинарных опционах. Зарабатывать вот в этом торговом диапазоне. Почему нет? Вот сейчас наверх. Постоять сегодня наверх. А вдруг отработает вот этот четырехмесячный торговый диапазон. Почему нет? Попробуйте. Посмотрите на серебро сегодня. Мне, например, это очень нравится. Потому что доллар после вчерашнего падения как-то не видно, за счет чего он будет восстанавливаться. Вчера что-то напугало сильно людей. Мы не знаем, что, но как бы по факту работаем. Что напугало. Вышли люди из доллара вчера решительно. Особенно по канадцу. Далее, коллеги. Глобальные новости макроэкономика. Глава Морган Стэнли говорит, что вчерашнее предсказание Сороса по кризису, что большой кризис идет. Он говорит, что это нелепость. Нелепые предсказания, говорит сего Морган Стэнли Джеймс Горман. Да, он согласен, что ситуация в Италии вызвала суматоху на рынках. Но в итоге доллар и доходность казначейских облигаций продолжат расти. Вот такая у него логика. Два уважаемых человека высказались. Кому вы верите, вам решать. Интересная ситуация, друзья, вокруг Газпрома. Швейцарские приставы начали арест активов Газпрома на 2,6 миллиарда долларов. Опись имущества прошла в Нордстрим. А доля Газпрома в ней оценивается в 6 миллиардов. В общем, целая история, как бы, получается, связана с жалобой нафтогаза. Намного, если все вместе посчитать, я читаю комментарии, все вместе посчитать намного получается. Для Газпрома, я хочу сказать, это не очень хорошая новость. Посмотрите сегодня на Газпром внимательно. Особенно кто покупает. Это такая, может быть, сегодня не лучшая идея. Ну, узнаем подробности у нашего спикера сегодня. С нами будет Альберт Бурагов, 10.30. Так что узнаем у него, с его точки зрения, можно ли сегодня покупать Газпром в принципе. А может, лучше посмотреть его на продажу. Друзья, следующая новость вышла из Центрального банка Российской Федерации. Зампред ЦБ Ксения Юдаева говорит, что после новых санкций, то есть с начала апреля, за два месяца считаем, апрель-май, нерезиденты, то есть иностранцы, уменьшили свою долю в ФСЗ с 34,5% до 31%, продав облигаций после объявления новых санкций США, примерно на 200 миллиардов рублей. Это много, я хочу сказать. Это много. Хотя, конечно, до сих пор иностранцев, получается, остается 31%, то есть куда придавливать санкциями есть, есть, но и продано на 200 миллиардов рублей, это серьезно, конечно. Санкции влияют, тут ничего не скажешь. Ну, а продажа ФСЗ влияет не только на рынок ФСЗ, он в целом на рынок влияет. Но вот сегодня эта новость вышла, рынок будет поднимать трудно. Причем, я хочу сказать, и сам факт продаж, конечно, там продали всего, получается, на 3,5%. А представьте, если Дональд Трамп продолжит, так сказать, давить, еще в 10 раз, так сказать, могут быть последствия сильнее. Представьте, 9 апреля, в 10 раз увеличьте, если будут загонять в ноль. Это, конечно, будет серьезно. Значит, вот, кстати, вижу новость, только вышла Костин, руководитель ВТБ, выступил против ответа на санкции по принципу зуб за зуб. Ну, закон-то уже принят, уже где-то или подписан, ну, где-то уже в финальной стадии, так что ответ на санкции-то будет. И понятно, что Америка может в ответ эти 31% распродать. Но в ноль не уйдет, естественно. Во-первых, не весь 31% принадлежит Америке и Европе. Кто-то из Азии, наверное, покупает, кто-то, так сказать, из других стран мира. Нет, продавить могут не в ноль, еще раз, не в 10 раз, но процентов 10-15, это США и Европа, я думаю, объективно. Поэтому 5-9 апреля организовать для нас могут. Так что смотрим внимательно. Для риски российского рынка, очевидно, исходя из этой статистики, которая, напомню, вышла из Банка России. Поэтому сомневаться в этих цифрах нельзя. Далее, коллеги, появится новый виртуальный оператор связи. Европейцы хотят выйти на наш рынок. Европейская группа EasyCall хотят выйти с новым оператором. Easy4 хотят занять 7% российского рынка. Ну, понятно, их конкуренты, билайны, ДНТС, так сказать, не сильно рады этому обстоятельству. И как-то высказывают, что на российском рынке нет места для новичка. Читаю комментарии. Ну, тут знаете, европейцы, у них же инфляция низкая. Они могут поставить тарифы низкие. Они ничем не рискуют. Ну, рискуют, скажем так, меньше, чем мы. Поэтому они могут составить конкуренцию. Посмотрим на этого оператора Easy4. Далее, коллеги. Я вижу у себя в комментариях в Фейсбуке комментарии одного из руководителей метро Cash&Carry. Ну, вы знаете, метро Cash&Carry провалился у глобальной убытки по России. И причем этот убыток завалил не только отчетность российской группы, но и загнал в минус отчетность всей мировой группы метро Cash&Carry, которая представлена в 23 странах. 22 страны заработали деньги, но в России такой убыток был допущен, что съел всю прибыль во всем мире, и метро Cash&Carry из-за России стала убыточной. То есть мировой позор. Причем я вот не помню даже ни одной компании, представленной в России, чтобы так завалить свою головную компанию. В общем-то, я еще сижу, думаю, где они работу найдут после такого глобального позора и провала. И вот он пишет, радостный один из руководителей метро, пишет, а я типа сегодня последний день в метро работаю, завтра выхожу на новую работу, веселая и довольная, счастливая, фотография такая довольная. Слушайте, как они это делают? Полный провал, полная профессиональная фиаско. Люди неспособны, были представлены в мощнейшей финансовой и, так сказать, ритейловой группе. Там огромное количество денег. Делай, развивайся, делай, что хочешь. Полный провал, все пропукали. И он работу нашел. И довольный, говорит, ой, завтра на новую работу. То есть метро Кэшн-Кэри ухлопали, завтра на новую работу. Вот как они это делают, понимаете? Вот с каким резюме он пришел на новое место работы, что мы завалили метро Кэшн-Кэри так, что и головную компанию завалили. То есть я не понимаю, как их берут на работу после таких провалов. Кто? С огромным интересом посмотрю завтра, кто этого человека взял на работу. Далее, друзья. Но есть еще более смешные новости. Звучат они так. Похищены, арестованные деньги полковника Захарченко. Помните 9 миллиардов, ну, на общую сумму 9 миллиардов рублей? Даже комментировать не буду, а то и она комментирует. Давайте сосредоточимся на хорошем, друзья. Есть хорошая новость. И она пришла от компании Arum Capital. С завтрашнего дня, сегодня в полночь, Arum Capital на своем терминале MT5 представит. А вообще-то уже представил, просто еще пока не работает. Но с полуночи вы можете уже торговать 5 криптовалют. Это будут CFD на Bitcoin, Litecoin, ETH и еще две валюты, которые мало где представлены на сегодняшний день. Но эти CFD, я думаю, будут очень популярными. Это Bitcoin Cash и Ripple. Они популярны на биржах, естественно. Но вот у Forex брокеров, они почему-то их мало где можно найти CFD и торговать. А вот Arum Capital, пожалуйста, добро пожаловать. С полуночи можно сегодня счет открывать, заводить денежку и с полуночи торговать. Ссылочку в чате я даю. Это такой инсайт, еще никто не знает официально. Я вчера случайно в разговоре с Arum Capital это узнал. Но это, конечно, не секрет. Они уже завтра с утра все это выкатят. А у вас просто есть время, ты счет и первыми воспользоваться этой услугой. Далее, коллеги. Ну, давайте посмотрим на нефть. Бросим монету на нефть. Вчера монета говорила бай. Большой бай состоялся. Сейчас, секундочку. Да, она позавчера говорила бай. Бай состоялся. А вчера бай большой состоялся. Два раза монета попала на этой неделе. Хорошо. Из трех раз два раза попала. А вы видите, она всю неделю дает монета бай. Ну, как. Ведет монета нефть наверх. Смотрите-ка. Интересно. В понедельник она не попала, потому что было снижение. Ну, вот. А давайте еще раз одну. Я покажу. Поэтому нефть. Сейчас мы бросим, узнаем мнение монеты. Просто напомню всем про нефть. Посмотрите. Ударились в сильную поддержку нижнюю восходящего тренда. В нижнюю границу восходящего тренда. Раз, два, три постучались. Здесь вчера ушли. Сегодня небольшое поджатие такое. Ну, чуть-чуть коррекция, да. Но такое впечатление, что на запасах нефти стрельнут наверх. Потому что внизу не пробили. Не пустили вниз. С точки зрения психологии. Ну, ладно. Давайте спросим у монеты. Какие будут сегодня запасы? Что нам делать с нефтью сегодня? У меня две стороны у монеты. Buy, sell. Спрашиваем. Волнуемся. Потому что тут неужели четвертый день buy. Вот даже интересно. Смотрим внимательно. Sell. Нет. Монета говорит, что нет. Нет. Видимо, и запасы сделают побольше. 31 мая. Коллеги, напомню, сегодня конец месяца. Поэтому, кто отчитывается по месяцам, начинайте готовиться к отчету. Не конец квартала, но конец месяца. Сейчас я там рипл неправильно написал. Поправлю. Так вот, будьте готовы сегодня, 31 мая, к отчетности. Если у вас месячная отчетность. А монета увидела сегодня sell. Глобальные макроэкономические показатели. Я вижу, что по Швейцарии ВВП за первый квартал было прогноз 2,3. Показали 2,2. Но в четвертом квартале прошлого года было 1,9. Не знаю. Мне кажется, хороший показатель. Я бы так его расценил, во всяком случае. В ВВП Испании ждали 2,9. Показали 3,0. Сегодня. Так, смотрим. Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Ждут без изменений в 15.30 по США. ВВП Канады ждут тоже в 15.30. Было 0,4. Ждут 0,2. О-о-о. Коллеги, в 15.30 доллар может подрасти. Если по Канаде почему-то ждут плохие новости. Ну и запасы сырой нефти в 18.00 коллеги с нами сегодня будут. Ожидает плюсовые запасы. Ну, кто его знает. Может, как раз будут использовать эту ситуацию, чтобы ее развернуть. Подводим итоги, коллеги. Индекс доллара, конечно, в центре внимания у меня сегодня. После вчерашнего глубокого прохода вниз. Причем в этом году такого прохода не было. Какого снижения. Единственное, вот сейчас 17 января еще проверю. Было ли там 77. Так, еще раз проверю. Какое было снижение по индексу доллара сегодня. И сравню с январем. 77, да? А вот единственное, что меня смущает. Сейчас пару дней проверю. Ну, вот основное подозреваемое. Это 24 января. Визуально, может быть, и больше. Да, 82 цента снижения было. Ну, то есть, получается, с января не было, 4 месяца не было такого снижения. И, конечно, это может сигнализировать о том, что продолжится дальнейшее снижение. И сегодня. Поэтому жду индекс доллара сегодня вниз. Поэтому шанс у еврика, у золота, у канадского доллара вполне себе есть. Мне кажется, причем особенность внимательна. Надо смотреть на доллар, канадский доллар. Потому что если сегодня и запасы нефти, и данные по Канаде, большой набор. Поэтому вполне-вполне могут качнуть его в какую-то сторону. Ну, предугадывать не будем. Но движение сильное вполне себе может быть. Все, коллеги. Поэтому основная идея продажа индекса доллара и, соответственно, продажа доллара по другим инструментам, в которые вы больше верите, чем в доллар. Но тогда биток, хорошо обращающий ваше внимание на то, что биток сегодня хорошо пошел. Ударился, кстати говоря, в ХАИ сегодня, поставлю отметку, 7571 доллар за один биткоин. Вполне мне кажется, что биток обновил ХАИ за последние дни. И вполне себе может представлять интерес на покупку. Без фанатизма, но вполне-вполне можно, на мой взгляд, его покупать. Спасибо, друзья, всем за участие в этом эфире. На мой взгляд, сегодня день будет очень активным. И все, как обычно, начнется в 11 часов, как почему-то в последние месяцы в 11 все основной расколбаски начинается. Будьте бдительны. Всем удачи на рынке в этот последний весенний день. Давайте сделаем его доходным. Попрощаемся с весной с хорошим настроением. И с таким же хорошим настроением завтра утром встретим 1 июня. Встретим лето и будем спеть с вами веселую песню. Лето, ах, лето. Спасибо, друзья, всем удачи.